Здравствуйте! На портале «Экзогет.ру» с вами Протерей Дмитрий Сизаненко из Санкт-Петербурга. Сегодня мы с вами прокомментируем слова из книги «Премудрости Иисуса сына Сирахова» в 48 главе, в первом стихе говорится «И восстал Илья пророк, как огонь, и слово его горело, как светильник». И для того, чтобы обратиться к истории пророка Ильи, всегда особенно полезно обратиться к 19 главе Третьей книги «Царств». Пророк Илья – один из самых великих и самых почитаемых святых пророков и в христианстве, и в иудаизме, и даже в некоторых других религиозных традициях. Его имя означает «Господь Яхве» – это Бог, и действительно, его имя отвечает его призванию, его служению. Он всю жизнь служит вестником и устами для Бога-Сидержителя. И мы видим, как он, с одной стороны, является собой невероятную силу. Он побеждает в соревновании жрецов Ваала, обрекает на смерть несколько сотен этих пророков своими собственными руками. И человек, которого царь называет не ты ли, или я, бич Израиля, который неуловим, он то появляется, то исчезает, и обладает какой-то невероятной силой и властью. И вот тот же самый пророк являет нам моменты и чудеса какой-то невероятной беззащитности и беспомощности. И именно в этом и состоит величие человека. В жизни каждого из нас бывают кризисные моменты, когда даже самые великие, сильные духом испытывают это полное исчезновение жизненных сил, усталость, меланхолию, и то, и другое проявление является знаком величия личности. И поэтому Илья велик именно в том, что он в себе совмещает и то, и другое. Моменты великой силы и моменты полного бессилия. В самом начале он предстает как одиночка, потому что всех других пророков, сынов пророческих, языческая по своему происхождению царица истребила, и он остается один, и поэтому один в поле не воин, но тем не менее он выступает на бой. И в девятнадцатой главе мы видим, что он одержал победу, но при этом потерял всякую надежду и желание жить. В один прекрасный момент он оказывается в пустыне под можжевеловым кустом и произносит странные слова. «Я не лучше отцов моих». И здесь стоит задуматься. Илья вспоминает о поколении своих отцов, которые сорок лет странствовали в пустыне и погибли за свою неверность, и теперь он тоже просит смерти. «Довольно уже, Господи, возьми душу мою». Что же случилось? Дело в том, что царица Иезавель, пророков которой истребил Илья, поклялась ему отомстить и послала сообщить ему об этом. Илья вынужден спасаться бегством. Он проходит через всю страну, с северных окраин к южным пустыням. И уже войдя в пустыню, проделывает еще один путь длиной целый день. И можно себе представить, что человек, которому угрожает смертельная опасность, допустим, месть всесильной царицы, конечно, ему страшно, ему тревожно. И он будет жаловаться Богу на Иезавель, на феникинку, язычницу, которая мстит ему. Но Илья в этот момент жалуется не на своих врагов, он жалуется на своих. Он жалуется на свой народ. «Сыны Израилевы оставили завет твой, пророков твоих убили мечом, остался я один». Итак, уже первая странность, которую мы, может быть, не сразу прочитываем и обращаем внимание, то, что Илья не жалуется на свой удел, он не жалуется на своих врагов, он жалуется на то, что его миссия оказалась неисполненной. Народ не услышал его проповеди, и он остался один. В ответ на эту жалобу у пророка Бог отвечает и обещает сохранить жизнь остатку Израилеву семи тысячам мужей, которые остались верными Богу. Итак, подлинное величие пророк обнаруживает именно в моменты этого страшного кризиса. И в этом он удивительно близок каждому из нас, каждому, кому приходится в жизни пройти через моменты испытания и через новое рождение, потому что кризис – это всегда не просто какое-то затруднительное положение, это момент, когда требуются усилия для того, чтобы возникло нечто новое. И мы видим Илью, который предстает нам совершенно другим, он не похож на тот огонь, на ту силу, которая была прежде. И у других великих пророков тоже бывали такие моменты. Через кризис проходил пророк Моисей. И три столетия после Ильи будет совершать свое служение пророк Иеремия, который вообще будет тетовать на то, что он появился на этот свет. Такова будет сила его меланхолии, его потрясения. Итак, мы видим Илью, который еще накануне был способен не свести с неба огонь, становится совершенно беспомощным. И если бы ворон ему не приносил пищу с неба, он бы умер. Вероятно, если бы ему не оказала помощь другая обездоленная и беспомощная женщина, сарептская вдова, он тоже не выжил бы. Тоже удивительный пример того, как два обездоленных беспомощных человека спасают друг другу жизнь в пустыне. И в девятнадцатой главе на помощь Ильи приходит ангел. Прежде всего, мы видим, как он коснулся спящего Илью, чтобы разбудить, и приносит ему пищу. И ангел говорит, встань и ешь. Илья ест, но отказывается вставать. И дело не в том, что у него нет физических сил, дело в том, что у него не остается сил жить, у него нет воли к жизни. И когда человек не хочет ни есть, ни пить, это знак того, что он уже умирает, он не хочет оставаться в живых. Удивительная деталь в этом повествовании, которая всегда потрясает читателя, ангел приносит лепешки, испеченные на раскаленных камнях. Он приносит домашние лепешки. И это очень тонкое указание на то, что Бог – это Отец. Это тонкий знак, метафора для того, чтобы внушить мысль о том, что Бог любит своего пророка и каждого из нас любовью Отца. Любить – это означает заботиться. И поэтому эта любовь, она дает силу жить. Поэтому тот хлеб, который приносит ангел, это не просто какой-то условный хлеб, который может поддержать жизнь и силу, а это домашние лепешки, выпеченные заботливой рукой, пахнущие домом. И поэтому кто, проснувшись в пустыне, на рассвете, без аппетита будет поедать эти лепешки, но тем не менее Илья снова заснул. И поэтому ангел второй раз его касается, говорит – просыпайся, нужно закончить утренний завтрак. Ангел повторяет – вставай. У Ильи нет сил и нет желания. И для того, чтобы придать ему силы, ангел говорит другую вещь, которая его заставляет прийти в себя. Тебя ждет слишком долгий путь. Путь слишком долгий для тебя, чтобы перед ним не поесть. Пророк висит на волосок от смерти. Оказывается, его впереди ждет дальняя дорога. И без посторонней помощи, без посторонней поддержки, иногда без такого внешнего толчка бывает и нам тоже не встать, не приступить к делу. И вот точно так же Илья, нуждаясь в помощи, доедает свои лепешки и отправляется в путь. Куда будет пролегать этот путь – не сказано. Но мы можем догадаться, что, конечно, единственный путь, который мы совершаем в жизни – это всегда путь к Богу. И этот путь завершится следующей утренней сценой. Но впереди все-таки долгий-долгий путь. И в истории Ильи мы видим, как он 40 дней и 40 ночей скитается на пути к Богу, и затем еще одну ночь проводит в пещере перед тем моментом, когда ему откроется Бог. Зачем понадобилось проделать этот 40-дневный путь? Внимательный читатель знает, что 40 – это число испытаний. 40 лет отцы скитались в пустыне, прежде чем войти в землю обетованную. Поэтому Илья проделывает путь своих отцов, путь всякого верующего человека через испытания к тому моменту, когда Бог откроет свое лицо. В конце этого пути Илья оказался на горе Хариф. Сказано – в определенной пещере. Почему именно на горе Хариф? Потому что это другое название горы Синай. Именно в этом месте Моисей когда-то говорил с Богом лицом к лицу, получил откровение. В давние времена Бог проходил здесь, рукою покрыв лицо Моисея, которого он поставил в расселение скалы. И вот теперь очередь Ильи. Он оказывается в пещере в результате долгого паломничества на Хариф. И тоже будет момент, когда Илья выйдет из пещеры, прикрывая свое лицо покрывалом, потому что перед ним тоже в некотором смысле пройдет Бог. Накануне Илья остановился на ночлег в какой-то определенной пещере. И утром Бог спрашивает – что ты здесь делаешь? В ответ на этот вопрос великий пророк рассказывает о своей нечеловеческой ревности перед Господом Саваофом. Имя Саваоф, как вы знаете, означает Вседержитель, Господь сил, Господь воинств, главнокомандующий небесных вооруженных сил, войско, которое послушно ему, упорядочено, могущественно. И вот эта ревность пред Богом Вседержителем оказалась абсолютно тщетной. Она не принесла нужных плодов. И в этом кроется причина глубокой депрессии, потрясений, которые переживает Илья. В ответ Бог говорит ему – выйди. И пророк выходит из своего укрытия. В этот момент его оглушает шум ветра, грохот сокрушаемых скал. И он готов поверить, что он здесь, посреди грома и шума, увидит Бога. Но не в ветре Господь. Затем на его глазах происходит землетрясение, но Господь и не в нем. Затем огонь. И как здесь не вспомнить огонь, который еще накануне на горе кормил, поглотил принесенные жертвы всесожжения, камни и даже воду. Но, однако, не в огне Господь. И после этого голос тонкого безмолвия, или, как в одном переводе сказано, «глаз хлада тонко, легкое, едва уловимое дуновение ветра». Подобного прикосновению ангела. И теперь едва различимый голос учит тому, каков Бог. Но прежде всего, каким он не является. И что здесь для нас является как некий урок. Дело в том, что Илья открывает для себя новое лицо Бога. Ему нужно расстаться с прежними представлениями о том, каков Бог, как Он действует. И тоже представление о самом себе. Он был великим громоверцем. Но теперь он открывает Бога безмолвия, тишины. И в том, и в другом мы видим парадоксальность и глубину личности пророка Илья. Он все тот же самый Илья, бич Израиля. Но в этот момент он становится другим. И, конечно, кризис, который переживает в этот момент Илья в своей личной жизни, является отражением кризисной эпохи. Он живет в переломное время, переходную эпоху между древним и новым, между обычаями, традициями отцов и новыми веяниями эпохи царей. И Илья, прошедший через это испытание, в конце умирает. Но он умирает очень странно. Он не увидит смерти, он не вкусит смерти. Он будет взят на небо в огненной колеснице, запряженной огненными конями. Таким образом, незримое присутствие непостижимого Бога становится почти зримым для ума. И в этом он в чем-то напоминает пророка Моисея, потому что его кончина тоже остается покрытой тайной. Не было свидетелей, и никто не знает, в каком месте он похоронен. Существует предание о том, что душа Моисея уносится на небо после того, как ангел спускается специально для того, чтобы его поцеловать в уста, взять его душу. Таким образом, что Моисей избегает смерти и переходит от жизни в жизнь. Тот, кто всю жизнь ходил перед лицом Бога и продолжает свой путь по ту сторону порога земной жизни. И нечто подобное происходит и с Ильей, но его кончина описывается в очень ярких деталях. Во-первых, пророк хочет, чтобы его ученик Элисей не присутствовал при вознесении на огненной колеснице. Он хотел бы, как Моисей, удалиться без свидетелей. Но Элисей во что бы то ни стало, хочет оставаться при нем до самого конца. Все увертки Ильи оказываются абсолютно бесплодными. Итак, Илья не умер. Он был вознесен на небо, был взят в огненной колеснице. И, конечно, это знак, что он вернется. Если не умер, значит жив. Если он исчез таким же таинственным образом, это знак, что он точно таким же таинственным образом и вернется. Именно поэтому в момент распятия у подножия креста мы увидим праздных зевак людей, озлобленных, которые с издевательством будут говорить, посмотрим, придет ли Илья, чтобы спасти его. Но и в тот момент Илья будет безмолвствовать. И в этом состоит его последняя пророческая весть в этом безмолвии, потому что Бог открывает свое присутствие не на военном параде, не тогда, когда совершаются какие-то демонстрации. Он всегда открывает свое присутствие так, как он посчитает нужным его открыть. И поэтому духовный путь пророка Ильи, конечно, является каким-то образом иконой и отражением того, что совершается в душе каждого верующего человека. И очень важно, чтобы какие-то кризисные моменты, решающие моменты в нашей жизни, мы проходили точно так же, как проходили великие пророки, видя перед собой их пример и чувствуя себя именно в этот момент их младшими братьями и сестрами. На портале «Экзогет.ру» с вами был протерей Дмитрий Сизаменко и Санкт-Петербурга. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Санкт-Петербурга